Наш эфир продолжит очередной сюжет из серии «Исповедь наркомана». Наш сегодняшний герой приехал из Таганрога в Екатеринбург в поисках свободы от наркотиков. Смотрим сюжет, увидимся в эфире. До свидания. Почему решил попробовать наркотики? Олег и сам до сих пор не знает, как ответить на этот вопрос. Казалось бы, счастливое детство. Вырос в благополучной семье. Отец инженера-авиамоделист, у матери свой бизнес. Кружки, секции, медали, грамоты. Возможно, смерть родного брата стала для 16-летнего подростка ударом. С этого времени я начал уделять больше внимания на улице. У меня новые знакомства появились. Новые друзья. Друзья, скажем так, не из хороших семей. И были те, которые уже употребляли, уже курили. И пришел такой момент, что не хотелось, знаете, как, как говорят, выглядеть белая ворона. Предложили мне. Я не отказался. Первое время, вспоминает бывший наркозависимый, никто не замечал его пагубного пристрастия. Заметили, когда уже подсел на иглу. И все изменилось. С работы выгнали. Любимая девушка бросила. Испортились отношения с родителями. Я выносил ей золото, мамына. И выносил ей различную аппаратуру. Она вот так вот стояла, понимаете, как в коридоре плакала слезами. Она не пускала. И я не мог ничего с собой сделать. Я понимал, что это плохо и что тяжело. Но все равно вот эта тяга, она была сильнее. Мать Олега Ирина Ивановна до сих пор содроганием вспоминает тот день, когда узнала, что ее сын наркоман. Ну это был как гром среди ясного неба. Это было просто ощущение, что ты умер. Вот такое было ощущение. Я, допустим, вот ощутила, что я умерла. Это мир рухнул. Все было вот в таких тонах, что никакой надежды. Конечно же, попытки бросить были. Пару раз молодой человек ложился в наркологическую клинику. Был в нескольких реабилитационных центрах. Но вскоре все повторялось сначала. Десять лет Олег употреблял наркотики. Надежды на выздоровление уже не было никакой. Однако последний центр, в котором он проходил реабилитацию, полностью перевернул его сознание. Основной метод лечения – психосоциальная реабилитация. То есть с наркозависимыми работают исключительно психологи. Ну, действительно рад. Ощутил ту свободу, что я нахожусь не в расфере. То, что я действительно в свободе. Я ничего не употребляю. Я не курю. Я не употребляю спиртные. Я получаю удовольствие именно от хороших, нормальных, от тех же походов в театр, в кинотеатр. Почувствовал именно вкус трезвости. Именно. И просто очень глупо сейчас поменять это. Субтитры создавал DimaTorzok